Случалось вам снимать через стекло что-то эпическое? Ну, по крайней мере, как вам это казалось во время съемки. А потом, во время просмотра, оказывалось, что картинка испорчена паразитным отражением, как в зеркале. Ситуация усугубляется, когда снаружи гораздо темнее, чем с вашей стороны. Проблему можно частично решить, прижав объектив к стеклу. Но съемка перпендикулярно движению смазывает картинку. Но исчезает перспектива, и вы интуитивно снова пытаетесь снять под углом к стеклу. Понятно, что надо бы ограничить падающее на стекло и отраженный от него свет. По крайней мере, в секторе, который видит объектив. Вырисовывается что-то похожее на резиновую муфту. Сантехническую? Нет. Ну, должно же быть какое-то решение. Посмотрим, что нам предлагает китайская фотопромышленность. Так, 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 так. Что-то очень уж похоже эти штуки на... Стоп! Ну-ка! Конечно же! Это же складные миски для животных. Ну, молодцы, китайцы! Взять собачью миску, вырезать отверстие и продавать как бленду. А почему бы тогда и мне так не сделать? Берем объективы и замеряем их диаметры. Для начала возьму те, что хорошо зарекомендовали себя в путешествиях. Покупаем черные миски. Где-то в закромах у меня был циркуль с лезвием вместо грифеля. За основу возьму объектив 55-200 с диаметром 55 миллиметров. Несколько оборотов. И имеем аккуратное отверстие в нищей мисочке. С таким отверстием бленда хорошо садится как на длинофокус на 55-200, так и на ширик 11-22. Как выяснилось чуть позже, это же отверстие подходит и для блинчика 22F2, внешний диаметр которого составляет 60 миллиметров. В общем-то, с блендой стало гораздо лучше. Конечно, осталось ограничение на угол, под которым еще можно снимать. С одной стороны, угол ограничен тем, что бленда начинает попадать в поле зрения. С другой стороны, в какой-то момент корпус камеры просто упирается в стекло. Был момент, когда мне хотелось спилить ушко со смешным отверстием в виде сердечка. Уж очень оно выдает заготовку, из которой сделано это произведение фототехники. Но потом решил оставить, поскольку оно очень удобно позволяет прижимать пальцем бленду к стеклу. Вот такой незатейливый, но полезный аксессуар получился. Весит он всего 49 граммов. Ломаться тут в принципе нечему. Поэтому он лежит у меня в рюкзаке практически всегда. А на этом все. Если было полезно, поддержите канал пальцем вверх. Спасибо. Всем удачи.